Это второе совещание специальной комиссии по обеспечению экономической стабильности в условиях финансового кризиса. На той неделе были предложены меры по снижению роста цены продукты. Но, как оказалось, прошедшего заседания мало что изменилось. Согласно мониторингу в Нижнекамском районе, превышение есть по многим показателям. С набежными челнами, Альметьевском, Зеленодольском мы в равных условиях находимся. Но почему у нас превышение по всем позициям? Почему мы за неделю, Олег Дмитриевич, не разобрались в этом, а только собираемся выезжать? Несмотря на то, что прокуратура во время проверок торговых сетей на предмет завышения цен не выявила нарушения, глава попросил членов комиссии не расслабляться, а реально оценить ситуацию, поинтересоваться у коллег из соседних районов, как там отслеживают рост цен. Возможно, есть разногласия в системе мониторинга. Творы, посмотрите, 214 рублей это у нас и менее 200 рублей во всех остальных представленных муниципальных образованиях. С чем связано? Допустим, хотя и по другим видам товаров. Или еще раз, это разночтение в методологии, ну или в критериях оценки, да, или у нас реальное превышение. На совещании присутствовали представители малого и среднего бизнеса. Айдар Медшин обратился к предпринимателям с просьбой разработать свои меры поддержки для улучшения ситуации. Открытыми к диалогу оказались только крупные торговые игроки. Рафиз Мустафин предложил не кошмарить бизнес, а наоборот сократить количество проверок со стороны контролирующих органов. Глава пообещал учитывать мнение каждого. Надо учитывать и сторону проверяющую, их требования, и сторону, которая проверяется. То, что это, я это называю для себя сквозняк. Когда открывается дверь проверяющих, пришел пожарник, только он вышел, уже дверь, в одну дверь, в другую дверь открывается, уже идет там сам пеннистанция и другие. Для улучшения сложившейся ситуации местные власти предложили предпринимателям свои меры поддержки. Одна из них – снижение ставки земельного налога. Ставка у нас равняется полтора процента по неналоговым доходам, то есть это арендные отношения. Ежегодно нам в бюджет поступает порядка 99 миллионов. При снижении даже незначительным бюджет теряет, тоже на слайде видно, значительные суммы. Эту меру власти назвали вынужденной при снижении ставки земельного налога с полутора процентов до 0,3 процента. Бюджет теряет около 19 миллионов рублей. Бюджет теряет, допустим, 19 миллионов рублей, а конкретный предприниматель получает лишь незначительную экономию или преференцию на один квадратный метр в год 5 рублей, в частности, барс. 9, 10, 18 сети-центра, Эксель и Планета соответственно. Насколько это для вас существенная поддержка? Предприниматели на этом совещании были немногословны. Тогда Эдар Мершин предложил представителю малого и среднего бизнеса написать свои предложения на бумаге, можно анонимно, чтобы в следующий раз рассмотреть все предложения по существу. Илья Горова, Максим Липин, Новости НТР.